Какие проблемы волнуют учителей в году уходящем и чего они ждут в следующем году? Депутаты фракции «Единая Россия» Ольга Каменева и Виктор Кмедь встретились с педагогическим составом школы номер 6 поселка Искателей. Поговорили прежде всего о переменах, которых ждет все образование в 2015 году. Связаны они прежде всего с передачей полномочий от Заполярного района и поселка Искателей в окружную администрацию. С 1 января 2015 года все образовательные учреждения Заполярного района и поселка Искатели перейдут в ведение округа. А это ни много ни мало 23 школы, 21 дошкольное учреждение, 8 школ детсадов, 3 детских учреждения в поселке Искателей. В бюджете на 2015 год уже предусмотрены все расходы на образование. Это более 5 миллиардов рублей. На образование пошли большие деньги, поэтому надеемся, что будут построены и школы, начаты. Есть школы, которые должны достроить, есть которые, как наше начало строительства и так далее. В планах начать строительство школы уже в 2015 году. Как отметили депутаты, из окружного бюджета не убрана ни одна социальная льгота. Наоборот, все социальные выплаты и надбавки учтены в полном объеме и даже увеличены. Один из последних примеров – надбавка педагогам школ и детских садов за классное руководство и ведение групп. На эти расходы выделено более 50 миллионов рублей из расчета полторы тысячи на человека с учетом районных и климатических надбавок. Оставили работникам образование компенсации за наем жилья. Сегодня эту выплату получают те педагоги, которые не имеют собственных квадратных метров. Ее размер составляет от 15 до 20 тысяч рублей. В школе-поселке Искатели сегодня ей пользуются 6 человек. Такая социальная поддержка помогла привлечь несколько учителей. Вот только в законе указан срок предоставления льготы – 3 года. Возникает вопрос, что если учитель не работает 4 года и не получит жилья и не сможет приобретить, то он эту льготу потеряет. Но это может привести к оттоку специалистов из школы. Я думаю, что этот вопрос нужно немножко подрегулировать, что не только на 3 года, но и до получения специализированного жилья. Или решение даже жилищного вопроса. Этот вопрос депутаты обещали решить, а также рассмотреть возможность компенсации услуг ЖКХ работникам образования и введения нового маршрута ученического автобуса к микрорайону Билыч и в Тиманскую.